снова здравствуйте всем многие спрашивают после обрезки куда вы деваете толстые черенки показывала что некоторые я ставлю в воду ванила фрайс у меня самый большой куст очень много веток вот сейчас я вам показываю я ее поздно осенью обрезала одну ветку очень толстую и это у меня было черенкование под зиму вот так они выглядят сегодня 2 апреля вот так выглядят эти черенки междоузлия у ванилы фрайс очень длинная поэтому почка одна в земле и 1 вот так наверху я брала многих много вариантов вот тут у меня с пяточкой видите на одно наверное междоузлия заглубляла тоже видите они просыпаются ну тут видно это с пяточкой вот именно тут посмотрим как они будут себя вести это осеннее позднее осеннее такое черенкование это как бы не черенкование осеннее а это сохранение черенков и были но я же говорю сейчас посмотрим что тут вот не живое хотя живое да видно но раз вытащила уже вытащу корней ничего тут не будет видите очень длинная междоузлия почка вот тут и почка тут поэтому приходится очень глубоко так заглублять вот это сохранение черенков но я живу в белоруссии в условиях моих они у меня я вам рассказывала по краю парника потому что влага снег там поэтому всегда влажная влажная влажный грунт тут поэтому рано по весне как бы тут не было парник простой страшный старый у меня но раньше просыпаются видите гортензии дают почки если у вас такие же условия некоторые вот в осень обрезают или хранят где-то в холодильнике в погребах вот эти черенки видите их можно нарезать но это наверное средняя полоса на сибири и там урал знаете я не могу сказать что они у меня стояли накрыты бутылками всю всю зиму накрыты вот так бутылками и по краям видно где-то дубовые листья обсыпала и срезанные шапки гортензии вокруг вот от края парника были так они у меня как бы спрятаны все больше я ничем не укрывала но в принципе если вы живете где-то более северные регионы можно в грунт также ну и утеплить и рано весной у вас пойдут потому что некоторые обрезают же в осень гортензии чтобы не выбрасывать вот эти черенки можно черенковать так вот это было вот так выглядит при осенней обрезке и ну как бы зачеренкованные гортензии ванила фрайс но после обрезки самой ванилы фрайс весной как бы тоже поставила на черенкование посмотрите видите ванилы фрайс очень толстые у меня побеги и также я брала на две пары почек одна у меня там заглублена а одна наверху вот так в таком состоянии это уже после весенней обрезки ну это условие белоруссии вот так я по краю парника у нас очень сухая весна была поэтому мне пришлось полить а так с осени я заготавливаю место сейчас вам еще покажу и вот так вот они не плотно накрыты может быть от торта какой-то коробкой в общем вот так я черенкую показывать буду вам результат еще хочу вам показать обрезала также скайфол весной вот черенки скайфола она низкорослая поэтому меньше между узле видите заглубляла до пары почек вот так они просыпаются просто коробка из-под торта ну а вот это граффити при весенней обрезке по краю парника видите земля влажная я ее с осени приготовила взрыхлила так ну и когда обрезала тут земля оттаивает раньше вот так вот я по-моему даже без укоренителя и вот она у меня накрыты и еще хочу а ну и вот тут обрезала гортензия фантом но как бы не фантом кто говорит selection она у меня под вопросом вот тут она как бы обрезана и черенкована видите толстые тоже большие междоузлия поэтому где-то наверху они торчат обрезала наверное недели три назад я их видите тут теплее вот в таком состоянии эти мои что-то прикрываю что-то не прикрываю ну буду показывать результат а вот хочется вам показать это было позднее прямо осенью осеннее черенкование веточкой тоненькой гортензия жемчужины фестиваля мне казалось она была мертвая ведь эти коричневые такие корешки но как только потеплело они стали обрастать эти маленькими всасывающими корешочками сейчас я ее возьму в дом пересажу в горшок по 9 как она у меня сохранялась я просто ее с головой закопала ну как бы тоже по краю своего парника вот так она у меня была закап закупана дорогие друзья еще извините на канале у меня тут происходят такие что кому-то не нравятся руки ногти понимаете я еще плохо вижу и мне я понимаю что наверное эстетичнее показывать какой-то палочкой я одеваю очки у меня увеличенная съемка и я не могу вот как бы да я своим пальцем показываю где-то а палочка у меня вообще тут троится в глазах поэтому если кому-то не нравится мой стиль как-то или разговора или речь моя раздражает знаете на просторах интернета очень много всякой информации пожалуйста идите на те каналы а не оставляйте на моем канале желчь я делюсь с вами информацией которую сама знаю которую выработала я в течение своего какого-то садоводческого стажа знаете некоторые вещи вы вообще не найдете это мои какие-то авторские понимаете придумки задумки какие-то а вы оставляете желчь и если вам не нравится проходите мимо с богом и будьте счастливы да а мы будем кто со мной будем учиться обмениваться и в общем радоваться каждому нашему росточку спасибо вам дорогие друзья за понимание и до новых встреч и видео субтитры сделал DimaTorzok